Как лучше сексом заниматься? С искусственным партнером или с естественным? Очень сложный вопрос вы сейчас задали. Но его надо посолить. Не надо солить. А как может быть еще хуже, если эта бабушка сидит и ей никто не звонит годами? То, что мы приготовили, это правильное питание. Здоровое питание. Вы знаете, скажем так, вот не добавляя... Ну, уходите от ответа, да или нет. Да. Здравствуйте, я Давид Ян, основатель компании Аби и компании Ива. А это кухня Forbes в бутике Борг. Ко мне приходят в гости известные предприниматели, и мы говорим о здоровой еде и о бизнесе. Хочу представить сегодняшнего гостя. Бизнесмен и политик. В 2018 году он участвовал в выборах президента Российской Федерации. Это Павел Грудинин. Павел Николаевич. Добро пожаловать на кухню Forbes. Сегодня мы будем готовить блюдо по мотивам грузинского блюда чахубили. Чахубили готовят настолько по-разному, что я не возьмусь взять на себя, такую ответственность и риск назвать то, что мы будем делать чахубили. Каждая семья делает это по-разному. И соусы, которые они используются из специи, мы просто назовем это блюдо по мотивам чахубили. Наша задача взять вот эту курицу, ее, значит, разделать, порезать помидоры, порезать лук. Как вы предпочтете, взяться за курицу или за помидоры? Лучше за помидоры. За помидоры, хорошо. Я же все-таки растениоты по козам командую, мне ближе помидоры. Тогда, знаете, значит, можно их резать такими четвертовать. Да, вот так, и потом еще раз так. А я попробую, значит, взять курицу. Вообще, я в своей книжке про здоровое питание говорю о том, что, в общем-то, если мы хотим следить за питанием, то мы можем отделять кожу и готовить это блюдо только из мяса. Мы посмотрим, как сегодня у нас настроение. Вот настроение будет готовить с кожей или без кожи? Павел Никач, скажите, вот сколько лет вы управляете совхозом имени Ленина? Через три месяца будет 25. 25 лет. И как это случилось, что вы его возглавили? Вообще-то я всю жизнь живу в совхозе. В 60-м году я родился. В 61-м году мои родители по распределению, тогда это такое было понятно. Да, конечно. Они закончили семейскую психоэтистную академию, и они переехали в совхоз с молодыми специалистами. Папа работал экономистом, потом главным экономистом, мама бухгалтером. А я там ходил в детский сад, потом в школу, потом по направлению от совхоза был отправлен учиться в Московский институт инженера психоэтистного производства. Сейчас, к сожалению, уже нет. Он был в днем семейской аэтистной академии. Кстати, с 12 лет я работал в совхозе грузчиком. Молодые ребята, дети сотрудников, всегда работали на погрузке ягоды, потом яблок. Вот сейчас, ну вы же владелец, да? Нет. Вы не владелец? Я один из акционеров. Один из акционеров? Да. А много акционеров? Сейчас человек 30. Да, кстати, чтобы вы знали, 25 лет я директор, 25 лет совхоз не выплачивает дивиденды. Главная задача совхоза – это повышение заработной платы, модернизация производства и обеспечение социальных, ну, скажем так, благ для пенсионеров, для работников, для жителей поселка. Интересно. Ну, у вас не такой цели? Это такое социалистическое предприятие. У вас не такой цели или это пока не получается? Не только у меня. У всех основных акционеров нет цели выплачивать дивиденды. Мы сразу договорились, что мы дивиденды выплачивать не будем. А будем повышать заработную плату, ну, и то, что я говорил. То есть акционеры тоже работают? Практически все акционеры крупные, да, это работники совхоза. Поэтому мы остались, как это, назад в будущее получилось так, мы остались в том виде, в котором должны, на мой взгляд, находиться все предприятия. Когда основные блага получает все-таки коллектив, а не узкая группа акционеров. Вы помните, вот как случилось, что вы приняли предложение возглавить? У меня хорошая память. Это был 95-й год. Так. Тогда были в моде выборы директора. Я победил на выборах. Ага. У нас было 5 кандидатов. 70% коллектива проголосовало за меня. И с тех пор они все время за меня голосуют. Так что я выборный директор. Ну, я слышал, вы прямо живете все одной, почти что можно сказать, коммуны в одном доме. Не, не так. Нет? У нас 320 человек в одном доме, мы не поместимся. Поэтому все работники совхоза живут на территории поселка, в новых многоэтажных домах. Ну, я там же живу. В этом ничего такого нет. Знаете, если вы будете жить вместе со своими сотрудниками, жизнь сотрудников гораздо лучше будет. Вот мои дети ходят в школу, в ту же, в которую ходят дети моих сотрудников. Ну, это очень правильно. В детский сад туда же ходят. Конечно. Тогда у вас нет социального расслоения. Вы начинаете думать о том, куда ваш ребенок, дети с ваших сотрудников ходят. Это основное было всегда. Теперь я должен резать лук? Да. Как? Расскажите. Ну, вот такими кольцами. У нас типичное социалистическое предприятие. Ну, в капиталистическом, скажем, обществе мы смогли сохранить основные принципы. И, кстати, у нас есть система поддержки пенсионеров, многодетных семей, беременных и молодых мам. И они все остались в счет Советского Союза. А вы увольняете кого-нибудь? Ну, да, директор – это же механизм все-таки понуждения к труду. Иногда бывает человек выпил, лентяй, не справляется со своими обязанностями. Бывает такое. Ну, больше, чаще люди сами пишут заявления и уходят. Я думаю, что вы тоже увольняете своих сотрудников? Конечно. Ну, это очень-очень неприятно. Это очень болезненно всегда для обеих сторон. Но... Вы знаете, не всегда. Не всегда? Могу вам сказать, что иногда по обоюдному согласию легче расстаться, чем дальше продолжать жить совместно, не любя друг друга. А у вас есть такая функция, как это называется, HR, когда, ну, вот, это, ну, не совсем кадровое дело производства. Кадровое дело производства, естественно, у вас есть. А вот именно такое развитие персонала, когда занимаются коучингом, когда... Для все эти заумные слова ставьте для Америки. Да. На самом деле у нас все проще. У нас есть зам директора по кадрам, который работает с коллективом. Есть профсоюзная организация, которая, ну, скажем так, организует и, ну, работает с профсоюзами, с людьми, которые чем-то недовольны, начинают что-то разъяснять. Есть комиссия по трудовым спорам. Ага. Значит, это и есть старая, кстати, очень успешная система подготовки кадров, развития кадров. Это люди, с которыми нужно работать, интересоваться их жизнью, делать так, чтобы их родственники были довольны в том числе. Смотрите, в этом блюде, чем нельзя его испортить, так это луком. Ага. Да, здесь лук такой, он вообще-то должен бы пожариться вначале в масле оливковом, но мы... Вы часто готовите чахобили? Чахобили я не очень часто готовлю. И, на самом деле, вот такой вариант я готовлю чаще. То есть, когда, знаете, без предварительной обжарки лука и без тушения помидоров, там, на самом деле, чахобили, вот, если просто меня сейчас закидают камнями, все, кто, на самом деле, делает настоящее чахобили в Грузии, да. Поэтому мы не будем называть это чахобили. Представляете, как мне тяжело. У меня друга, жена грузинка. Да, тоже, кладитесь, да. И я представляю, что будет после показа. Нет, 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 это вкуснейшее блюдо будет. Просто... Но мы с вами делаем по мотивам, понимаете? Да, 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 мы делаем по мотивам. Это все равно, что... Вы когда ездили в Грузию в последний раз? Вообще ни разу не были. Ни разу не были в Грузии? Обязательно поезжайте. Я родился в Армении. Нельзя сказать, что я там был много раз, но у меня самые теплые впечатления и воспоминания. Я был в Армении, прекрасно. Да. А вот, к сожалению, наше правительство взяло и отменило самолеты в Грузию. Ну, я надеюсь, что скоро вернут обратно. Ну, смотрите, значит, мы сюда добавили лук на дно, потом помидоры, потом мы добавим всяких специй. Сюда нужен хмели-сунели идти, соцебели такой соус. Мы сделаем его немножко по-другому. Оно... Ну, я все-таки человек... Я по образованию физик, экспериментатор. У нас были теоретики и экспериментаторы на физтехе. Для нас теоретики это были такие полубоги. То есть это люди, которые могли понимать все пространство, тензоры и, значит, квантовая электродинамика у них укладывалась в голове и считались, значит, уравнения Максвелла прямо на лету. Мы были... У нас не было такого слова. У нас не было слова ботаники и у нас не было слова ботать. Это сейчас оно появилось на физтехе, о чем мне очень жаль. Оно пришло из других вузов. Я в первый раз услышал слово ботать и ботаник. Знаете, когда? На втором курсе физтеха, когда я поехал в МГУ к нашим друзьям на физфак, и они говорят, вот ботаник, что-то такое. Я говорю, а что такое ботаник? У нас не было слова ботаник, у нас было слово сёкарь. Сёкарь, сикан, сечь. Сечь это значит или просекать. Просекать, сечь и так далее. Это сикан, это вот аналог ботаника, только ботаник это такое уничижительное слово. А у нас сикан это самая высшая оценка одного студента по отношению к другому. Когда они говорят, это сикан. Вот все. Вот у нас были такие сиканы. И вот это было очень круто, конечно. Но я был экспериментатор, я сдавал немножко терминимумы Ландау, только самые-самые первые пытался, я так и не сдал. Но моя задача была экспериментировать, моя задача была нарушать какие-то законы. Так что сегодня мы немножко нарушаем законы. Я сейчас одну американскую мудрость скажу. Так. Чтобы вы поняли. Да. Вы говорили о том, как у вас делили студенты, да? Вы знаете, что самые умные люди идут в ученые. Люди, которые менее способны, да. Они все-таки идут в бизнес. А те, которые вообще ничего не имеют, те идут в политику. Вообще ничего. Я думал в учителя. Нет, в политику. Нет, это очень, на самом деле, очень обидно. Вот я сейчас насчет учителей сказал. Вы вот сейчас говорите про политиков, что такая есть шутка, да, наверное. Я ее не знал, надо сказать. Но я слышал аналогичную штуку про то, что те люди, ученые, которые не достигли чего-то, они идут учить других, да. Мы пытаемся эту штуку поменять. Я не знаю, как у вас в политике, но мы, например, я сейчас являюсь основателем одного учебного фонда, образовательного фонда. И мы как раз хотим это все поменять. Мы хотим поменять отношение общества к учителям, к процессу обучения. Конечно же, учить должны люди, как раз добившиеся успеха в науке, в бизнесе. Пока вы не поменяете зарплату учителя, вы не поменяете отношение к учителям. Ну, это есть, да. В некоторых странах, ну, таких как Финляндия, например, да, в учителя идут 10% лучших выпускников школы, а у нас 10% худших. И это связано именно с тем, что у нас очень низкая зарплата учителя. И очень неблагодарная работа. И она не творческая, к сожалению, последние годы. И поэтому, если вы не поменяете отношение к зарплате учителя, к подходам к учителю... А вы знаете, что во Франции учителя являются не бюджетниками, а госслужащими, фактически. Да. И это все льготы. И зарплата учителя, кстати, в России тоже это было, была выше, чем зарплата у любого там полицейского. А сейчас наоборот. Поэтому при всем моем, вашем желании что-то изменить, пока вы не измените основы... Ну, да, вот вы правильно, вы правильно это, так сказать, отметили. И мы понимаем эту проблему. Мы пытаемся назначить специальные такие гранты для тех учителей, которые достигли определенных высот. И таким образом мы хотим привлечь лучших людей, чтобы... Это где в Америке или здесь? Нет, это в Армении. Мы, так как я родился в Армении и закончил физмат-школу в Армении, и благодаря этому я поступил на физтех. Вы слышали про Айпскую? Да, 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 Айп. Вы слышали про Айп? Я был там. Да вы что! Ну, вот Айп, я и мои друзья, мы основали эту школу уже больше, чем 10 лет назад. Очень хорошая школа. Да. Молодцы. Ну, ну... Ой, как это приятно. Мы заложили все ингредиенты в этот прибор. Он называется Мультишеф. И, значит, необходимо вот так его повернуть. Он раз... Энергосбережение отключен. Он умеет разговаривать. В общем... Это искусственный интеллект? Это... Я не знаю. Я думаю, что он растет. Он каждый раз, когда мы готовим, он все умнее и умнее становится. И пока он готовится, давайте сделаем сока томатного. Давайте. Скажите, а новые технологии современные, они как-то проникают в ваш... Ваш... Конечно, доярка, который погладил. Как лучше сексом заниматься? С искусственным партнером или с естественным? Вот очень сложный вопрос вы сейчас задали. Делать все... Вы сторонник искусственного интеллекта? Я никогда не занимался сексом с искусственным партнером, но... Нет, почему вы с ней... На самом деле, у меня была такая, значит, возможность, но пока не случилось. Я ездил на машине самоуправляемой совсем недавно. Это было очень интересно, надо сказать. То есть, рулем сидел приятный собеседник, который пах хорошими духами. Нет, никто не сидел. Там никто не сидел. То есть, вам это доставило удовольствие? Вы знаете... Общение с водителем доставило удовольствие? Нет, общение с водителем, честно говоря, у меня никогда не доставляет удовольствие. Потому что вы не того водителя избираете. Вот это же не искусственный интеллект. Это просто машина. Я просто тут недавно читал, что в результате работы искусственного интеллекта в Сбербанке хотели несколько миллионов рублей. Если это был сотрудник, мы его бы наказали? Вы будете смеяться, но я уже поспорил с несколькими людьми о том, что через ближайшие пять лет первая сторона в мире появится, которая назначит уголовную ответственность за жестокое обращение с искусственным интеллектом. А еще через 10 лет появится первая сторона в мире, которая признает искусственный интеллект субъектом права. То есть, субъекта искусственный интеллект будет нести ответственность. Это гильотина. Что в результате этой ответственности произойдет? Очень, может быть, разные вещи. То есть, ну как, с человеком, если наказывать человека, не обязательно сразу отрубать голову. Ну, то есть, ну, можно и какие-то промежуточные. Я считаю, что вообще мы не туда идем, на самом деле. Нет, надо понять, что искусственный интеллект – это машина. И к ней надо относиться как к машине. А вы сейчас говорите, что уже можно к ней относиться. А вот у меня дома, мы делаем, мы сейчас строим дом, в котором будут движущиеся стены, и в нем будет много чего, но там будет жить искусственный интеллект Морфеус, который я с моими коллегами, значит, разрабатываю. У этого искусственный интеллект, это называется Emotional AI, эмоциональный искусственный интеллект. У него будут контуры, связанные с дофамином, эндорфином, серотонином, вазопресином. То есть, он будет испытывать эмпатию, он будет страдать, он будет радоваться, когда его погладят. Кстати говоря, этот искусственный интеллект не только будет управлять всем домом, с электричеством, водой, там, входом-выходом, но он также будет каждый день читать на 60 языках все статьи в мире про свободу сознания, свободу воли. Японская игрушка Фирби, слышали про это? Конечно. Вы ее описываете просто. Не-не-не. Но, знаете, она быстро надоедает. Не-не-не. Да-да-да. Мало того. Здесь совершенно другая история. Это совершенно другая история. Это все, что вы как раз секс с искусственной женщиной и с вашей любимой женщиной. Не путайте, пожалуйста. Вы все время пытаетесь сделать наоборот. И вот эти игрушки Фирби, которых надо было кормить, поить, ухаживать за ними. Но потом она быстро надоедает. Потому что в ней было два нейрона. А здесь у этого искусственного интеллекта все еще не будет 150 миллионов нейронов. У нас 80 миллиардов нейронов. Подождите секунду. Вот вы родились в Армении. Да. Есть помидоры, которые родились в грунте армянские. Да-да-да. А есть те, которые искусственные. Да. С помощью искусственного интеллекта. С помощью искусственных химических препаратов. Какой помидор вы выберете? Я выберу, естественно. Вот и все. И поэтому давайте. Это все игрушки. На самом деле главное отношение между людьми, человеческие взаимоотношения. Невозможно подменить ничем. Эндорфины, что угодно делайте. Но это все будет искусственно. И вы в конце концов поймете, что лучше той женщины, которая вас обнимает по утрам или вечерям. Я по поводу женщины, которая обнимает. Ну и все. А вы как-то все суррогаты эти. Ой, меня отвезли на машине без водителя. Ну и что? У вас и поезд может отвезти без водителя вообще. Но поговорить с водителем вы иногда хотите. Как физик, как инженер, я хочу создать машину, с которой действительно многие люди в мире, которые сегодня одиноки, с которым не с кем поговорить, смогут действительно поговорить и привязаться, и плакать, и радоваться. Это будет очень плохо. А лучше сейчас, когда они сидят дома? Нет. Когда эти бабушки и дедушки сидят в одиночестве, и никто с ними не разговаривает? Ну, поменять это на машину, тем еще хуже. Что значит хуже? А как может быть еще хуже, если эта бабушка сидит, и ей никто не звонит годами? Это надо воспитать так внука, чтобы... Давайте воспитывать. И чтобы бабушки были... А я же не против воспитания. Давайте. Знаете, мы в совхозе сделали такой клуб «Золотая осень», где одинокие пожилые люди приходят и между собой общаются. И им очень хорошо вместе. Никакого искусственного интеллекта им не нужно. Представляете, придется сейчас Давид вместо мукузани или цинандали пить томатный сон. Попробуем открыть. Натуральный томатный сок. Не искусственный. Не из Китая через концентрат сделанный, а прям натуральный. Наше блюдо приготовилось. Мы его открываем. И... О-о-о! Вот это да. Вот это у нас... Сейчас мы еще луку порежем. Да. Вот так вот. Прямо так сверху? Да. Вот еще, еще можно еще луку? Еще, конечно, можно. Луку наружу. Да. И вот прямо так сверху, вот отсюда, вот отсюда. Вот так. Ага, во. Вот. Пока у нас чуть-чуть оно так настоится. Расскажите, Павел Николаевич, про совхозный агротуризм. Что это такое? Ну, это, кстати, новое направление. И оно из Европы. Но, кстати, в Америке тоже есть. И когда... Совхозный? В Америке? Ну, хорошо. Сельскоистический туризм. Дело в том, что все больше и больше людей живет в городах. Да, это правда. И, например, раньше вот вы ездили к бабушке в деревню, и там были куры, коровы. У меня бабушка в Китае жила. Я... Вот у меня... Мне не повезло. У меня... Вот это вот того, что вы рассказываете, я так вот об этом мечтал. Пытаетесь это, кстати, заменить искусственным интеллектом. Вы подумайте, прежде чем что-то делать такое. Хорошо. Но, знаете, общение с бабушкой, это всегда самое интересное. И когда ты приезжал к бабушке в деревню, ты видел там не только бабушку, но и то, как она живет в сельской местности. Все эти козы, овцы, куры и все остальное. И ты одновременно учился. А теперь городские жители, к сожалению, практически не имеют бабушек в деревнях, и у них нет там живности, и мы решили это заменить. Ну, кстати, многие страны мира пошли по этому же принципу. И вроде как основа это прошлое у любого человека, у любой страны. И они видят, как, например, в деревне жальщики жили люди. Откуда яйца у курицы берутся? А они там живут прямо на территории? Нет, они не живут. Они приезжают на экскурсии. Это на один день? На полдня, на полдня. Бывает даже на три часа. И огромное количество, в месяц около 10 тысяч детей из Москвы и Подмосковья приезжают. Их там учат, например, делать свечи, в русской печи топить молоко. Это вот у вас, это в вашем совхозе? Мы специально сделали такую образовательную программу, которая позволяла людям посмотреть, как это все происходит. Это очень здорово. И люди приезжают по два, по три, по четыре раза, там, с семьями. И это очень хорошо. И никакого искусственного интеллекта. Натуральные зайцы или там кролики, натуральные бурсуки, представляете, и всех можно погладить. И никаких тебе там вот этих андорфинов и всего остального. Это же на самом деле природа, понимаете. Единение человека с природой, вот желание ближе быть к земле, ну то есть вот к природе, это очень важно. Поэтому мы это пытаемся сделать для наших детей. Это здорово. Нет, вот что касается детей, которые своими руками что-то сажают, собирают, они в этот момент на самом деле понимают вкус овощей. То есть вот у меня дети, например, младший, он, когда я написал книжку, ему было меньше трех лет, и он свыкся вот с правильным питанием, прямо без соли, без хлеба, без сахара, овощи и так далее. А дочка, она была постарше, ей было уже пять лет. И выяснилось, теперь я уже экспериментально понимаю, что именно в этот период формируются пищевые привычки, от которых потом человек избавляется иногда всю жизнь. И чтобы ее приучить к овощам, выяснилось, что действительно нужно было просто, чтобы она их собирала. И когда она в школе выращивала, собирала овощи, и сама из них делала салат, вкуснее этого салата, конечно, ничего нет. То, что мы приготовили, это правильное питание, здоровое питание? Вы знаете, скажем так, вот не добавляя... Ну, уходите от ответа, да или нет. Да. Вот и все. Вот это можно сделать с применением ингредиентов натуральных, вкусное питание, но его надо посолить, надо добавить томатного сока. Не надо солить. Нет, подождите, я говорю о другом, о том, что бывает такое. Это нужно понимать, что одному нравится одно, другому другое. Вот моя подруга, ну, жена моего лучшего друга, грузинка, она очень много специй. И если вас услушать, то вообще не нужно специй использовать, потому что это неправильное питание. Не, не, я не говорю, что специй неправильно. А ей это нравится. Стеция – это хорошо, соль – плохо. Ну, согласен, в определенных объемах. Но все время вот эти вот мифы о здоровом питании, все время развенчивают те же самые ученые, которые про них говорили до этого. Вот раньше слышали, масло было вредно, а теперь, оказывается, холестерин бывает хороший и плохой. Значит, мясо красное нельзя было есть, потому что это рак вызывает, а потом оказывается, что все нормально. И мясо нужно есть. Вот, поэтому вы тут аккуратнее. Я, я. Здоровое питание для каждого здоровое. Но, вы знаете, что, например, есть нужно то, как многие считают, что растет в 200-кометровой зоне у тебя. Да, это, между прочим, Всемирная организация здравоохранения, это в своем, на Конгрессе, это прямо постулировано. Один из 12 пунктов – это есть местную еду. Вот и все. И если у вас растет красивый помидор, то вы его должны съесть, а привозить откуда-то из Турции помидор этот, ну, не нужно совсем. Не нужно. Согласен? Согласен. И надо делать так, чтобы всегда здоровая пища росла рядом с тобой. Это вот полностью. Вот я за экологию, за вот это. А что такое здоровое? Ну, оно для кого-то здоровое, для кого-то нездоровое. Давайте попробуем здоровую еду. Давайте. Спасибо. Здоровая пища. Да. Итак, подведем итоги. Готовить полезную и вкусную еду несложно, особенно если в этом помогает правильная техника. Следите за своим питанием и будьте первыми во всем, что вы делаете. Павел Николаевич, спасибо. Это была Кухня Форбс. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте про колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...